Налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа, то есть до 1 ноября 2019 года, направляет налогоплательщику уведомление, которое должно быть исполнено не позднее 2 декабря 2019 года. С этого года в налоговых уведомлениях отдельного платежного документа не будет. Там предусмотрен расчет налога, сумма налога, реквизиты для уплаты, АКТМО, штрих-код и QR-код для того, чтобы банк быстро считал документ этот платежный и оплатил налог в банке. Поэтому, обращая внимание, что если вы не увидите, бежать в инспекцию не надо, обратите внимание. То есть банки об этом знают и, соответственно, вы по этому коду можете заплатить как в банке, так и в личном кабинете. Важно знать, по налоговому кодексу шестой день с даты отправки уведомления по почте считается днем вручения документа. Если сумма налога меньше 100 рублей, то налоговое уведомление также направляться не будет. За исключением, если уже наступает трехлетний срок для взыскания, тогда мы и направим налоговое уведомление, где сумма меньше 100 рублей. Что еще? Те, кто подключены к личному кабинету, то такое налоговое уведомление направляется в личный кабинет и на бумаге не печатается, и вам по почте не придет. Если вдруг вы подключились к личному кабинету когда-то, но передумали и хотите, чтобы вам налоговое уведомление пришло по почте, то нужно написать заявление об отказе и рассылке, что вам требуется направление по почте. С налогового периода 2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата владельцу. Изменения произошли и в отношении земельного налога и налога на имущество. По земельному налогу ограничили рост доплат не более 10%. То есть вот здесь тоже есть такой нюанс. Значит, многодетным семьям с 2018 года введена льгота также. Также, кто имеет трех и более детей, значит, налоговый вычет 6 соток. По налогу на имущество также для многодетных семей введена льгота по вычету на квартиру, по 5 метров на квартиру, комнату и 7 метров на дом на каждого ребенка будет предоставляться, соответственно, такой вычет. С текущего года налог не начисляется в отношении полностью разрушенного или уничтоженного объекта капитального строительства. Еще для относящихся к ольготным категориям налогоплательщиков установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о таких лицах, налоговый вычет будет применен автоматически. Обратите внимание, в график работы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 10 по Московской области по субботам внесены изменения. 7 и 21 сентября прием налогоплательщиков будет осуществляться с 10 до 15 часов. 14 и 28 сентября – выходные дни.